Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы сегодня снова о серии на проекте Мазин Холиплей, это второй сервачок, все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам покажу, куда можно потратить 15 тысяч рублей, и видос будет реально интересненький, прикольненький, поэтому всем советую посмотреть его от начала и до конца. Покажите на этом ролике хорошую активность, давайте постараюсь собрать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен, постараюсь я вас почаще выпускать ролики, поэтому пацаны, реально покажите хороший актив, пишите комментарии, что вы хотите видеть вообще в плане контента на моем канале. Ну а для тех, кто хочет жить в вот таком прекрасном, замечательном доме, есть конечно же мой промокод, пишите слэш мм, симой пункт промокод, указать друга ютубера и вводите самый просто лучший и самый пиздатый промокод полканов, за этот промокод вы получите 450 тысяч. Ну что ж, дамы и господа, я вам всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, я вам сейчас покажу, куда Америкос потратил 15 тысяч доната. Но если в целом так почитать, получилось 16 650 доната, то есть это достаточно много и я думаю, вам будет интересно, куда можно было потратить такое количество доната. Давайте вообще посмотрим, куда можно было бы потратить 15 тысяч доната. Прописываем команду слэш донаты, здесь как бы много всяких разделов и давайте посмотрим, куда в общем можно было потратить 15 тысяч доната. Ну если вы переведете 15 тысяч, то это будет реально много, это будет почти 30 миллионов по идее. Почти 30 миллионов рублей вы можете получить за 15 тысяч доната, это реально в принципе неплохо. Также здесь можно приобрести обычную випку, там black випку, можно их поменять, купить вип номер там и так далее. Америкос потратил 15 тысяч доната, даже больше, 16 650 доната. Максим потратил получается на ваучеры семьи, четенько улучшить нашу семью и у нас было все, что нам нужно. Это реально очень круто и сейчас я вам все это в принципе покажу. Ну что же, дамы и господа, вот я уже нахожусь получается в особняке семьи и сейчас я вам покажу те улучшения, которые Америкос купил нашу семью. Здесь вообще достаточно много всяких улучшений, но Максим купил самое важное и самое интересное, что нам в принципе нужно. Он получается купил увеличенный сейф, то есть у нас сейф увеличен в два раза. Медикаменты в особняке, то есть мы теперь можем просто стоять в особняке и как бы нам будет добавляться хп. Доступ в особняк это теперь такая темка, с помощью которой человек, который не состоит в семье, у которого нету пропуска, он не сможет зайти в нашу семью никаким образом. Гигиена это то, что вы стоите в бассейне и вам прибавляется, ну получается гигиена. Надежный сейф это возможность закрывать сейф, автомобильный бум, чипы на машины, рейды это ходить на рейды. Второй шанс это возможность спавниться либо в больнице, либо в особняке, шанс 50%. Черный список тоже полезная темка, я вам чуть позже покажу. Военный секрет это чтобы получается грабить Уралы, патроны там и так далее. И надежное хранение это чтобы держать в сейфе не только патроны, там наркотики и так далее, но еще и маски и аптечки. Получается Максим купил улучшение с помощью которого можно грабить военные Уралы. И вот для этого всего дела мы приобрели вот такие вот замечательные машинки. Хотя они не особо быстрые, но в принципе как бы нормально. То есть мы берем получается вот такой вот Мерседес, едем за город, ждем пока колонна Уралов будет ехать с города загруженная. И мы можем их грабить и забирать патроны и привозить их себе в семью. Я считаю то что это максимально крутое улучшение, потому что ну часто нечем заняться и можно так собраться толпой просто дождаться пока будут ехать военные Уралы и просто их ограбить. В каждую из этих машин влазит 5000 патронов. Следующее что бы я хотел вам показать это возможность получается ложить маски и аптечки. Я считаю это круто потому что не всегда как бы есть время залететь там допустим ту же самую аптеку, купить маски и аптечки. Тем более там когда ограбление там и так далее. Самая большая проблема то что здесь маленькая вместимость. Я не понимаю зачем это так сделали, то есть можно положить 40 масок и 30 аптечек. Но это пацаны мало, ну это реально мало. Я думаю там хотя бы знаете можно 100 того и 100 того. Следующее полезное улучшение это то что вы можете пополнять свою гигиену в особняке. То есть вы забегаете вот в такой вот бассейн, который находится в первом этаже и можете бесплатно. То есть вам не придется ехать там в баню, либо еще куда-то. Вы просто можете зайти в бассейн, постоять и полностью, понимаете полностью восстановить свою гигиену. То есть это реально очень круто. Давайте я теперь вам покажу следующее улучшение. Оно очень полезно на самом деле. Потому что ну реально этого не хватало. Потому что люди разные бывают. Я думаю вы сами это понимаете. То что люди бывают разные. И вот эта тема реально очень полезная. То есть можно добавлять людей в черный список. Их никто из семьи не сможет принять. А вот человек уже занесен в черный список как бы один. За неадекватное поведение, высказывание. Поэтому пацаны вот так вот это все в принципе выглядит. Потому что люди как я говорю разные бывают. Неадекватные, которые там высказываются плохо там про родителей. Либо просто в вашу сторону. И поэтому добавить черный список это была я считаю необходимость. Без этого как бы вообще никуда. Ну а насчет улучшения автомобильный бум. Это получается у нас теперь есть чипы на машинах. То есть это реально блин очень очень полезная тема. Потому что ездить без чипов. Но это реально жестко. Теперь на всех наших машинах работает первый чип. То есть ну я считаю это реально круто. Теперь машины у нас быстрые такие. Заряженные просто. Теперь они могут нормально ускоряться, разгоняться. Максималочка теперь тоже у них хорошая. Хоть я и не особо часто пользуюсь этими машинами семейными. Потому что у меня есть свои машины. Но пацаны без чипов ездить ну это реально боль просто. Это реально просто боль. Также для того чтобы быстро придвигаться там на ограбление. Либо еще куда-то. Были куплены вот такие вот велосипеды пацаны. Эти велосипеды доступны с третьего ранга получается. Как и склад. У нас склад тоже доступен только с третьего ранга. И чтобы пользоваться складом. Нужно как бы скидываться. Просто так вы доступ к складу не получите. Также я хотел бы поговорить про получается остальные улучшения. Которые мы не купили. Давайте мы это тоже обсудим. Успешная семья пацаны. Это получается такая галочка будет у нас. Типа на скине ее можно будет убирать. Но честно. Как бы у меня была в 01 эта тема. То есть я в этом не вижу никакого просто смысла. Это реально бесполезная тема. То есть да как бы вас будут узнавать. Но в целом эта тема нафиг не нужна. Так получается еще есть улучшение гангстер. Почему мы его не купили. Гангстер это возможность создавать оружие в особняке. Без випки. У многих как бы есть випка. Многие состоят в организациях. И тратить на это 750 ваучеров нету никакого просто смысла. Следующее улучшение пацаны это связь. Улучшение было бы прикольное. Ну блять зачем. Зачем просто. Если мы с пацанами сидим просто в дискорде в основном. Ну и последнее получается улучшение. Которое мы не купили. Это получается веревки веревочки. Это возможность связывать игроков не состоя в организации. Хоть как бы я и был в организации нелегальной. Но я ни разу никого не связывал. Как бы я этим не пользовался. И пользоваться в фаме мне кажется тоже нету никакого смысла. Также есть еще другие улучшения. Которые я вам еще не показывал. Ну это уже улучшения связанные с автомобилями. Но блять это максимально дорого. Тем более ну как бы все улучшения покупал Максим за донат. Но на самом деле блин хотелось бы купить какие-то машины эксклюзивные фаму. Потому что я считаю то что тачки с автослова ну это не особо интересно. Разве что там ешки купить новые. Да это было бы круто потому что ешка реально мбовая машина. Я больше всего хотел бы новые аудюшки вот эти купить фаму. И м8. Блять ебать бы сочно было пацаны. Вот чтобы просто купить две вот эти машины. Понимаете. Вот эти две тачки чтобы купить. Надо потратить где-то 12-13 тысяч доната. Вы скажете типа а чё ты не копишь типа с помощью фамы. Ну пацаны честно как бы всех подряд принимать там рыжиков которые меня не знают. Я не вижу никакого смысла. То есть я хочу принимать фаму типов только тех которые знают меня. И понимая что я за человек и чем я занимаюсь. Понимаете. Я так подумал то что принимать всех подряд ради ваучеров. Нету вообще никакого смысла. Потому что накопить ваучеры сейчас очень сложно в связи с тем то что за нарушение списывают ваучеры. То есть там кого-то забанили минус 15 ваучеров. Дали вареник минус 5 ваучеров. Это реально сейчас не выгодно. До того как добавили наказание вот эти что списываются ваучеры. Реально было по кайфу копить эти ваучеры. Потому что ну как бы ты копишь копишь они никуда не пропадают как бы. В общей сумме пацаны было потрачено 3330 ваучеров. И было потрачено 16650 доната. То есть я думаю видос получился интересный пацаны. Я надеюсь реально на вашу активность, на ваши лайки. Приходите ко мне на второй сервачок. Я реально буду всем просто рад. Я вас примю в семью, в компанию. Все будет реально красиво. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.